друзья всем привет на связи как всегда с вами worldcar.ru мы находимся на нашей стоянке где скопилось очень много машин для наших клиентов получаем огромные партии с таможни ежедневно корея китай япония все активно мы возьмем друзья и мы сегодня здесь не просто так а снимаем видео который будет скоро наших всех площадках это youtube это теле это telegram это дзен вк видео и конечно же youtube посмотрим на все машины наших клиентов цены в какие города они поедут в общем работаем друзья огромный пак с ключами друзья мне кажется каждый раз он становится все больше и больше давайте пробежимся сейчас я покажу просто что у нас стоит здесь на стоянке а потом и по каждому конкретному автомобиле пройдемся более предметно итак у нас есть пожалуйста x4 только что из кореи получили автомобиль также у нас есть и любимые всеми японские машины это типа филдера типа спейс да типа но то там степ вагоны стоят витцы шаран карнивал в общем как видите такая гамма автомобиля интересная также вот у нас по правую руку от меня kia k5 mercedes c 180 из японии еще один volkswagen и там hyundai велостер и среди всех этих белых автомобилей выделяется конечно велостер и вот этот ярис кросс который у нас в таком синим интересном цвете x-trail здесь санкционный у нас и примечательная вот это kia kia карнивал багажник мы покупали в корее для нашего клиента абсолютно много багажник купили установили запрос клиента пожалуйста мы это все сделали ниссан нон друзья е13 кузов уже абсолютно новое поколение новая модель это вам не е12 этот ноут у нас 21 года выпуска 1 и 2 собственно как у предыдущего версии гибрид но немножко все-таки техничка у него другая 28000 пробег ты исполнил балла у нас оценка были замечания по кузову и автомобиль сегодня же вот прямо сейчас мы уже задержан наших ребят он отправляется транспортную компанию до нашего заказчика миллион семьсот двадцать его бюджет в таком у нас интересном бордом цвете можем посмотреть его салон ключ кстати не особо поменялся одно маленькое отличие это вот этот значок nissan теперь он выглядит по-другому смотрим на салон салоне конечно пушка у нас есть видео на канале где мы показываем not not aura тоже в этом кузове оранжевый там еще круче салон друзья то есть nissan в новых своих поколениях автомобилей будь то x-trail будь то пожалуйста not растет и салон становится очень приятным все системы безопасности необходимы про пилот опять же самый на сегодняшний передовой адаптивный кройсконтроль плюс автопарковщик вот обратить внимание все вот можно показать как под жарами не уже тоже отодвигают чтобы not спокойненько вышел работа кипит друзья и not отправляется в транспорт ну что начнем друзья более предметно идти по автомобилям bmw x4 давайте на нем остановимся это у нас автомобиль из кореи с левым рулем дизельная версия x-drive 20d соответственно полный привод немножко мне как себя шпаргалка в телефоне 21 год выпуска 41 тысячи километров пробег бюджет на данный автомобиль 4 миллиона 150 тысяч рублей те кто всегда спрашивает интересуется если мочевина если это было пожалуйста да здесь это все в корейских машинах есть дизель ок работает смотрим на салон пожалуйста вот такой интересный шоколадного цвета салон хорошая кожа запах вот этого нового автомобиля пахнет кожей очень приятно и и друзья напишите сразу мнение свое что вы думаете о бмв что вы думаете о кроссоверах от бмв x4 вот пожалуйста чуть-чуть пришел конечно но машинки надо понимать приходит без подготовки то есть они стоят в порту они все перемещаются в порту и конечно салон может быть грязный ну на самом деле приятная работа дизель все здесь хорошо красивые колеса у нас здесь их помыть почистить будет блеск и так я хотел вам сказать что этот автомобиль для нашего клиента отправится в уфу будет колесить это бмв в уфе и кстати друзья кому интересно автомобили подобные бмв там мерседесы volkswagen киа hyundai все это мы можем прошить на русский язык mercedes benz glee 300d идем снова друзья с вами по дизелям их 4 посмотрели теперь смотрим на еще один премиальный автомобиль из кореи для нашего клиента это 21 год выпуска двухлитровая версия на дизеле друзья уже сразу на русском языке в мультимедиа и пробег по мы я не сказал сто четыре тысячи километров вот такой немаленький автомобиль здесь у нас с вами стоит и его бюджет 4850 с учетом всех расходов до владивостока напишите сразу за мнение что вы думаете про данные автомобили взяли бы вы себе такой при наличии необходимых финансовых так смотрим салон посмотрите не честно говоря мерседес знаю за салоне такое спокойствие если вот сравнивать с бмв бмв такой шальной автомобиль как императрица фактически а здесь уже как скажем торопиться никуда не надо просто едешь и получаешь удовольствие 4850 дизель и скорее нельзя берите такие автомобили пока есть возможность самое то друзья задний привод к зиме и это про мерседес бэнс c180 а так скажем чтобы получать удовольствие этот автомобиль мне не безразличен это автомобиль моего родственника мы подбирали его и купили на аукционе uss мотор 1.6 задний привод исполнение а им джи у нас и сейчас я посмотрю аукционалист потому что я уже не помню что у него там было в общем был конкретный запрос от моего родственника хочу c 180 не хочу черную хочу c 180 вот c 180 все нашли все купили сейчас я все вам покажу итак у нас 4 с половиной балла оценка 46000 пробег как давайте запустим где запускается муссвозе запускается муссвозе все работа все функционирует музыка конечно же бурмейстер подогрев сиденья электропривод все работает пожалуйста аукционалисты uss c 180 на японском техосмотре и автомобиль у нас семнадцатого года пускану в салоне просто блеск мне очень нравится мерседес особенно блок управления климатом выглядит просто классно офигенно оцените и бюджет друзья на данный автомобиль два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей он обошелся под ключ до владивостока дамы и господа следующий автомобиль фактически джимни заменитель ну аналог можно по-другому сказать почему аналог потому что практически все то же самое что джимни что pajero mini это хорошие автомобили так скажем имеющие хороший высокий дорожный просвет обратите внимание дорожный просвет здесь достаточный для перемещения допустим по зимним каким-то условиям или в лесу то есть хорошая машина четыре балла оценка у нас здесь девяносто четыре тысячи километров пробег есть у нас замечание по кузову то есть автомобиль черный все царапки сразу конечно видно нужно его обязательно полирать на бюджет бюджет на данный друзья pajero mini с полной природы для нашего клиента максима 600 тысяч рублей здесь в владивостоке он обошелся сейчас мы его запустим здесь у нас все просто все кондова запуск с такого механического ключа запускаем классический автомат еще если кто помнит с возможностью овербрайв понижайка ну в общем и целом автомобиль грязненький но состояние более-менее достойно 4 балла нигде он не ржавенький все с ним хорошо ну по объему это конечно у нас 0,7 то есть кик от 600 тысяч рублей у вас вот будет такой такой хороший джип маленький хороший джип еще вот такое зеркало здесь интересно он поставил японец я имею ввиду с камерой сзади для нашего клиента Егора друзья Volkswagen Sharan еще одно доказательство о том что европейские автомобили из Японии сейчас это тренд Sharan как вы видите это фактический фрид немецкий фрид 4,5 балла с оценкой 888 пробег 16 год выпуска 1,850,000 он обошелся с учетом всех расходов до Владивостока поедет машина в Москву давайте смотреть две электродвери им нравится на Volkswagen мне не нравится что у нас вот сено посмотрите друзья вам наглядный пример в каком состоянии приходят машины вот это сено надо пылесосить конечно мы стараемся все машины по максимальной возможности готовить которые вручаем которые отправляем но иногда честно скажу не все машины удается помыть почистить поэтому относитесь к этому пожалуйста с пониманием здесь что мне нравится три отдельно стоящих кресла фактически очень круто три человека здесь сядут будут максимально комфортно размещаться а сзади два отдельных еще кресла куда усядутся такие скажем не очень крупные пассажиры ну и смотрим на место водителя здесь как бы обычный Volkswagen ничего здесь такого сверхъестественного не будет обычно блок климата то есть даже у нас здесь по моему и подогревов нет нет подогрева есть вот я вижу их укрой из контроль в общем и запах вот этот немецкой школы присутствует 4,5 балла 88 пробег хороший семейный минивэн шараны можно купить как за миллион триста так и за миллион восемьсот то есть все будет зависеть от года выпуска для нашего клиента Игоря его санкционный Nissan X-Trail очень важный момент друзья сейчас срок доставки санкционных машин большой это может быть 4-5 месяцев даже сейчас потому что машин очень много вывозят они маленькими партиями и очень важно друзья брать машинки с запасом этот X-Trail мы успели привести и растаможить как проход тем самым клиент не попал на дополнительные деньги по растаможке 19-й год выпуска и 9-й месяц у этой машины отправляется этот X-Trail в великолепную дорогу теперь немножко о вводных данных NT32 значит бензин полный привод 4,5 балла оценка 35000 пробег на японском техосмотре классный белый цвет X-Trail такой самый сбалансированный кроссовер с моей точки зрения у нас минимум замечаний по кузову мелкие царапки комплектация X-I и города надпись 4х4 и обошелся друзья данные Nissan X-Trail 2 миллиона 200 тысяч рублей как мне кажется это на сегодняшний день хороший прайс за проверенным временем кроссовер ну и вообще проверенным временем уже известный хороший багажник в X-Trail мне нравится всегда то что у него во первых много отсеков в багажном отделении плюс вот эта обивка неказистая которая не будет особо пачкаться легкопривод конечно работает очень медленно как у всех японских машин смотрим дальше с вами обивка салона как всегда традиционно вот это вот даже я не знаю как она резиновая что ли но в общем сюда можно воду лить и ничего с ним не будет обивка очень влагостойкая очень практичная то есть можете допустим у тех у кого есть дети дети могут пачкать все как вы знаете да и это вообще все очень легко чистить а посмотри какой салон с про поэтом опять же у нас как мы показывали нот в общем классный X-Trail 2200 отличный современный кроссовер жена ездит вы ездите вы все вместе с семьей можете залезть в него вместительный комфортный приятный все это про этот X-Trail для нашего клиента Александра он вместе с женой приедут за этим замечательным прекрасным Toyota Yaris Cross G комплектации 4,5 балла у нас оценка 89000 км пробег купили мы его друзья на аукционе 21 августа сегодня 26 сентября машина уже растаможена здесь стоит живет наших заказчиков полтора литра передний привод и это на виду Toyota Yaris один из самых популярных кроссоверов у нас есть камера обратить внимание у нас вообще очень не бедная комплектация хоть это и не Z-ка все хотят купить Z-комплектацию Z это максимальная комплектация у них идет здесь прям даже кстати в отметках инспектора написали что есть Apple CarPlay когда вот так пишут это сразу хотят продать машину на экспорт и когда вы еще видите аукционе где крупно написаны плюсы там пробег допустим еще раз дублируется а если он маленький этот сразу вы можете понимать что эту машину хотят продать на экспорт потому что когда машину на экспорт не хотят продать не будут особо сильно расписывать эти все плюсы которые и так по умолчанию в ней есть посмотрите какой цвет насыщенный синий даже не знаю как сказать но очень красивый цвет не могу я подобрать нужные слова посмотрим его салон салон у нас тканевый то есть здесь все просто и практично по-тойотовски и смотрим на место водителя очень это похоже внутри как и на обычный Yaris который у нас не кросс версии и обошелся нашим клиенту Александру данный автомобиль в миллион восемьсот с учетом всех расходов до Владивостока хорошая цена за современный опять же компактный городской кроссовер вот друзья мы уже здесь я тут изучаю Harrier один из у нас есть клиент который купил сразу два Harrier белый и черный мы конечно их вместе с вами посмотрим итак этот белый Toyota Harrier для нашего клиента Андрея это автомобиль у нас имеет передний привод двухлитровый двигатель 49000 пербек белый перламутровый красивый цвет комплектация у него премиум и обошелся друзья данный автомобиль с учетом всех расходов до Владивостока 2 миллиона 495 тысяч рублей как вам такая цена друзья за санкционочку а давайте посмотрим друзья салон этого харька комплектация премиум хорошее оснащение внутри все у нас здесь есть у меня вот этот двух комбинированное из двух составляющих обивки салона и я хотел сказать вам о сроках на санкционные машины и в частности вот допустим конкретный пример Toyota Harrier купили мы его 4 июня сегодня 26 сентября он здесь в Владивостоке уже растаможен вот конкретные примеры санкционных машин сколько они идут и мне нравится еще у премиум комплектации как работает там оптика закрывается и очень красиво ходовые огни на манер Лексуса здесь работает 2495 бюджет данной машины Волгостоке еще один харьер санкционный также для нашего клиента тот самый клиент который купил белый купил вот такой черный автомобиль также у нас это оценка эра также передний привод двухлитровая версия двадцатый год 22000 пробег друзья и обошелся это автомобиль с таким пробегом всего 2300 здесь в Владивостоке с учетом всех расходов опять же взяли очень и очень выгодно эра оценка у нас есть у него У4 вмятина на крыше царапины по кузову и Б3 на задней левой части вот такой черный красавчик смотрится конечно на этих обвесах очень и очень здорово что кстати касается царапины точнее вмятины У4 сколько раз мы привозили очень трудно найти данную царапину данную вмятину реально вот сейчас я тоже смотрю и не могу понять что японцы имеют ввиду когда указывают вмятину У4 а У4 это серьезный дефект серьезная вмятина давайте пробуем найти Б3 Б3 по задней части так вот я нашел А3 по левой стороне вот А3 отметили вот здесь у нас где-то притерлись а вот Б3 я опять не вижу где-то должно быть не вижу я Б3 в общем премиум Harrier с таким пробегом друзья даже пусть оценка РА но РА адекватная не там завернутый в бараний рог что называется вполне себе достойно автомобиль его помыть отполировать и признаков никаких не останется аукцины японии друзья очень дотошно оценивают и вы всегда можете полагаться на их так скажем адекватность и смотрим салон тоже то есть такой же как и белый аналогичный прям все так же внутри то же самое посесть помыть и будет персик хочешь такой хорек пиши для нашего клиента Наталия друзья пожалуйста обратите внимание Toyota это Corolla спорт хэч из японии на моторе м2 Corolla вернулась на японский рынок есть они в кузовах хэчбэк в кузовах седан в кузовах универсал все эти модели мы показывали на нашем канале и так у нас автомобиль 37000 пробег имеет 4 балла оценка G комплектация и восемнадцатый год выпуска миллион пятьсот тридцать он обошелся с учетом всех расходов долги высока ждем Наталью в гости и будем выдавать этот автомобиль очень красивый цвет приятный цвет такой не напряжный не сильно яркий смотрится очень и очень здорово у нас правда есть один маленький момент аккумулятор очень сильно разрядился и будем покупать для Наталии аккумулятор менять его такое к сожалению иногда бывает но в салоне очень все приятно у нас здесь посмотрите внимание на сиденье сиденье просто в идеальном состоянии еще раз скажу 37 пробег 1.2 мотор турбо передний привод миллион пятьсот тридцать бюджет по Владивостоке малиновый пиджак или по другому киа карнивал друзья для нашего клиента михаила бюджет сразу скажу на данный автомобиль 3 миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей офигенный цвет на самом деле вот просто можно возле него тут часами стоять любоваться потому что в черном поколении киа карнивал выглядит фантастически невероятно потрясающе рядом стоит еще и фрит почти такого же цвета такой мини копия 2.2 литра у нас дизель как всегда передний привод комплектация сигнейча давайте его изучим посмотрим мы будем его мыть потому что в Корее владелец был какой-то совсем уж грязный если так можно сказать потому что салон требуется химчистки так на первый взгляд в воде смотришь все хорошо но если посмотреть более детально по нюансикам то есть с чем поработать у нас есть даже обратите внимание мониторчики бизнес джет у вас а не карнивал новое поколение киа карнивал очень красивые посмотрите на передний ряд выглядит это все очень круто 3.750 он обошелся и конечно же никуда не обходится без AdBlue дизельный двигатель требует специального ухода ну и задняя часть это конечно блеск сигнете максимальной комплектации есть подогрева вентиляция все что нужно и эта машина у нас отправляется друзья в скором времени для нашего клиента Михаила в Москву и внимательный зритель должен сказать что это карнивал старый двадцатого года выпуска двенадцатый месяц обратите внимание друзья на значок у нас есть двадцать первый год выпуска сейчас мы его с вами смотрим и посмотрите уже другая эмблема киа вот пожалуйста вам такая переходная модель это киа карнивал для нашего клиента Тимура 3800 он обошелся и в этом карнивале мы устанавливали багажник багажник на крыше абсолютно новый клиент заходил мы купили и установили и я не знаю напишите какой вам цвет все таки больше нравится черный или малиновый потому что это я даже вот не знаю какой мне больше цвет нравится но салон мне в малиновом точно больше нравится тут у нас такая светлая кожа с таким оттенком вторым как я не знаю какао что ли или кофе с молоком можно так сказать ну кто видит по-разному двадцать первый год выпуска сорок девять тысяч пробег также два и два литра дизель передний привод полноприводных не бывает карнивалов если кто не знает комплектация также signature все хорошо цифровая приборка подогревная вентиляция все дела все пироги ну просто блеск два карнивала у нас и вот таким багажником на крыше платинум друзья вы даже меня сейчас не видите я нахожусь в салоне Hyundai Veloster это самый неудобный автомобиль на заднем ряду который я когда-либо видел тут есть музыка джибель тут почему-то двери только с одной стороны слева ничего у вас нету и тут вы можете остаться без ног если вы будете на нем ездить такие машины покупают кто я сейчас отсюда вылезу и вам расскажу блин слушай алиса это вообще как из него вылазит фу яркий классный красный двухцветный Hyundai Veloster для нашего клиента мотор 1 и 4 это 18 год у нас друзья передний привод отправляется эта машина в Казань для нашего клиента ну что давайте ее посмотрим автомобиль необычный в том смысле что это не так скажем не ВИЦ не Филлер и даже не ИКИА К3 или ИКИА К5 которые регулярно покупают автомобиль любопытный любопытен он лично для меня стал тем что у него одна дверь сзади и это только справа то есть слева обратите внимание у вас дверь не откроется потому что ее просто там нет вот такие фишки Hyundai нам дает очень прикольные диски красивые низкопрофильная резина пока мы ждем автовоз в Казань то есть останется на только эту машину отправить когда автовоз будет мы сразу ее отправим мотор 1 и 4 турбо ручки на манер как визель или все и черри сделаны да уже так скажем это достаточно часто практикуется салон интересный опять же он у нас идет в такт с кузовом красная строчка ткань плюс есть у нас кожа смотрим теперь на салон на месте водителя ну здесь типичная Hyundai как и собственно это было в допустим AX разных версий все это салон плюс-минус одинаковый мне нравится красный цвет выглядит стильно с белыми тонами крыши и зеркал выглядит интересно еще и такая эмблема у него интересная притемненная не знаю это завод или это уже сделал в Корее владелец и я вам не сказал про цену на данный Hyundai Veloster данный хэтч для нашего клиента обошелся в 1 миллион 730 тысяч рублей 18 год не проход но очень интересная машина пошли дальше для нашего клиента сергея его honda fit в кузове gk3 это передний привод это бензин на моторе 1 и 3 4 балла у нас оценка 104 тысячи пробег купили мы ее на аукционе аукнет это такой аукцион который торгуется по понедельникам в Японии наряду с аукционом honda 1 миллион 50 она обходится с учетом всех расходов до Владивостока автомобиль для нашего клиента Сергей поедет в Новосибирск поедет в Новосибирск к автовозам Сергей я знаю что очень переживает за свой honda fit и скорее всего будет смотреть это видео все с автомобилем нормально он доехал он приехал никуда он не делся такой вот простенький у нас honda fit если посмотреть по комплектации то у нас это gf комплектация без кнопок на руле мультимедиа здесь также обычная крозерия стандартная такая двухдиновая но в остальном honda fit надежный автомобиль ликвидный в последующей перепродаже все доехал и сейчас у нас кстати есть несколько заказов на honda fit люди прям снова хотят покупать fit если раньше конечно люди покупали в основном полторашки гибридные то теперь все переключились на gk3 миллион пятьдесят порядок цен на эти машины следующий автомобиль еще один из категорий популярных часто заказываемых многие эти машины хотят фрид honda fit и спайки и обычные фриды все хотят купить но что могу вам сказать по поводу этих машин фридов на аукционах огромное количество это разные года выпуска 8 9 10 11 и так далее а вот спайков уже друзья меньше и соответственно если вы хотите спать то готовьтесь что они будут стоить космос и их будет сложно найти а вот обычных фридов на аукционе навалом и все они плюс-минус в нормальном состоянии нормальные бюджеты продаются самым минимумом 900 тысяч рублей на сегодня можно купить нормальный honda fit наш фрид отправляется для нашего клиента Андрея в Красноярск это пятнадцатый год выпуска совсем свежий honda фрид полторашка соответственно передний привод комплектация g-премиум хорошая комплектация у нас 4 балла оценка бюджет на данный автомобиль миллион триста и из интересных моментов что здесь у нас есть у нас есть комплект колес который японец заботливо упаковал в пакеты и отдал с автомобилем это у нас зимняя резина пришел он на летний и пожалуйста зимняя резина уже идет в комплекте классно по-моему очень даже интересно две электро двери у нас все работает комбинированный здесь у нас вот такой салон накидочка и в салоне мы также должны сказать о том что у нас есть круиз-контроль и управление мультимедиа на ролле в общем фрид небедной комплектации отправляется к андрею ну что друзья на этой стрянке мы по максимальной возможности все с вами посмотрели к сожалению времени у нас тоже не целый день свободного есть еще другие важные задачи и нужно вам показать еще другую стоянку на котором мы сейчас по системам монтажа для вас это по щелчку пальца буквально произойдет а мы тем временем начнем свое перемещение переместились друзья мгновение щелчка пальца на другую стоянку здесь у нас есть автомобили из Китая например вот этот Toyota RAV4 только что мы получили из Китая это 20-й год это 47 тысяч километров пробег двухлитровая версия передний привод для нашего клиента будем прошивать эту машину на русский язык в частности будем русифицировать мультимедиа и приборную панель как вам цена на RAV4 друзья 2510 что вы скажете левый руль да не полный привод полного привода в Китае практически нет можно сказать очень мало их поэтому считаем что их просто нет смотрим на салон салон у нас исполнен конечно в кожаных тонах на электроприводе комплектации если так проводить параллели сродни комплектации Adventure на японском рынке здесь у нас есть и подогревы сидений и камеры в общем интересный даже цвет кузова такой оливковый и конечно есть панорамная крыша что говорит о том что это автомобиль из Китая как мы знаем в Китае очень любят панораму 2510 друзья пожалуйста за хороший RAV4 из Китая можно для вас привезти следующий автомобиль друзья также автомобиль из Китая это Skoda Karoq для нашего клиента Андрея сразу скажу про бюджет бюджет на данный Skoda Karoq 1 миллион 550 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока двадцатый год выпуска 58 тысяч пробег 1.4 двигатель как всегда для Skoda для Volkswagen и передний привод ну что могу сказать про автомобиль компактный кроссовер у нас есть две Skoda Skoda Karoq и Skoda Superb как раз я считаю то что нужно для российского рынка в том смысле что в России эти машины очень хорошо знакомы были бы они в Корее были бы они в Японии их бы так же покупали но внутри это все фактически Volkswagen хороший бюджет за данную машину будем передавать транспортную компанию клиент дал свою транспортную компанию и соответственно будем отправлять а перед этим еще и конечно машинку переобуем клиент уже заказал комплект колес на шипах зимние это уже тачка подготовленная к суровым российским реалиям Fav Bestune T77 еще один интересный и уже я могу сказать точно что это популярный кроссовер из Китая его скорее всего покупают за бюджет невысокий бюджет на данный автомобиль для наших клиентов он обошелся миллион триста пятьдесят все расходов до логистока посмотрите на его основку в салоне очень приятные впечатления оставляет Fav Bestune у нас полтора литра объем двигателя передний привод и пятьдесят шесть тысяч километров пробег двадцатый год выпуска для нашего клиента Тимура друзья санкционный Toyota Alphard гибридный 2020 год два и пятый мотор тридцать шесть тысяч километров пробег четыре с половиной балла оценка на японском техосмотре в хорошей комплектации SRC отправляется если я не путаю эта машина у нас в Томск ну и это друзья практически executive lounge если можно так говорить потому что здесь у нас есть все что вам нужно особенно конечно же на заднем ряду два одиннестоящих кресла атаманки электрорегулировки да у вас не будет как в экзекретеле здесь управление в панели но тем не менее два крутых кресла с люком у вас здесь будут и обошелся нашему клиенту Тимуру этот Alphard четыре миллиона семьсот тридцать тысяч рублей красивый дорогой черный цвет конечно же друзья так как это у нас автомобиль гибридный он имеет и систему U4 то есть полный привод пожалуйста здесь у нас может быть или светиль от сидений или большой багажник как я говорю можно играть на таком в таком багажнике в футбол массивная большая дверь очень нравится это Альфард и новый Альфард классно выглядит и вот этот Сави тоже выглядит просто фантастически пожалуйста друзья санкционный Тайот Альфард он пришел доехал до нашего заказчика и уже совсем скоро мы его будем отправлять в Томск ну и здесь по месту водителя тоже у нас все очень здорово это подогрев и вентиляция сидений это подогрев руля очень важная опция я думаю будет в Сибири ну и пробег 35 тысяч километров ну тачка фактически новая на фоне развалин старой часовни друзья я спешу с вами попрощаться на этом наше видео подходит к концу надеюсь вам понравилось если понравилось поставьте обязательно лайк подпишитесь на наш телеграм канал там все самое интересное в ежедневном онлайн формате ну и пишите какие машины вам понравились больше всего буду ждать всех в комментариях и до встречи в новых видео всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...